Всем привет! Сегодня будет еще один туториал, который будет не менее важный, чем другие. И сегодня это будет Хида. Как всегда, рисуем персонажа из глаз. Делаем вот такие вот черточки, похожие на горбик, как гора. И вот только дорисовываем ему нижнюю линию глаз. И расстояние от одного глаза до другого глаза. Один глаз. И повторяем, это то же самое, фактически идентично. Рисовать Хида на тяжесть в том, что он фактически идеален, как и Саски. У идеальных персонажей пропорции настолько идеальны, что их просто очень тяжело рисовать. Поэтому используйте карандаш. И максимально пытайтесь использовать линейки или другие разные способы, чтобы вам было реактивно рисовать. Так, сейчас мы уже рисуем брови. Он имеет такие вот длинные, продолговатые брови. Очень острым концом. Они тоже фактически одинаковые. Да в целом, он симметричный. Рисуем его глаза. А вы можете глаза сделать ему чуток поменьше. В целом, глаз что поменьше, чтобы сделать ему более агрессивным его. А так вот делаем линию носа. Ставим ее. Можно чуток повыше. Но это, мне кажется, хорошее состояние. И рисуем такую вот хитрую улыбку. Максимально хитрую, насколько это возможно. Чуток поднимаем вверх. Ну, не особо сильно. Чтоб как бы котов не было. Ну, вы, наверное, поняли. Чуток сделаем тень, чтобы было покрасивее. Потому что тень добавит несколько тридажностей. И в целом это будет выглядеть еще лучше. И подбородок. И ставить подбородок самый тяжелый для меня. Это вообще в целом. Ну, лотерея. Мы просто делаем вот такую вот линию в 45 градусов. И поднимаем его к правям. Чуток не до конца. А вот чуток соединяем с ними. Здесь тоже самое. В 45 градусов. И пойдем к правям. К кончику правей. Но не нужно уж так сильно. Они, видите, почти что касаются. Но когда они коснутся. Так вот они будут вообще в другой стороне. Вот так вот примерно это должно выглядеть. Чтобы для волос осталось хоть какое-то пространство. И вот такие вот волосы. Вот так вот. Его внутрь. Ну, как бы его... Как бы это назвать-то? Начало волос. Сделаем вот такой вот глубокий. И сделаем ему ушки. Обязательно сделаем его прорезушие. Потому что он... Как мы помним, в бою с Асумой получил кунай. Упрашивался. И делаем вот такой вот просто большой-большой круг. По всему... По всему... В общем, по голове. Сделаем его просто таким вот лысеньким. Как будто он лысый персонаж. И просто добавим вот такие вот линии, чтобы показалось, что он, типа, вот... Слизывает их назад. Добавим ему чуток шрамов. Потому что так будет красивее. Появим шрамы всегда красивее. И сделаем ему шею. Шея у него не особо широкая. И вот такие вот задние волосы. Чтобы все смотрелось более или менее красиво. Закончим этот рисунок тем, что у него есть повязка. Так. И вот. Хидан уже готов. Так что вот. И... Знаете, какой это мой рисунок? Третий рисунок. Третий раз я пытаюсь его нарисовать. Поэтому... Не унывайте. Если у вас не получится первого раза. Просто стерите. Я рисую в лайнерах. Поэтому я не смог стереть. Поэтому вот. Веб-маги я потерял. Продолжение следует... Продолжение следует...